Письмо Письмо из ада Письмо от твоего друга, который находился в пламени вечных мук Дальнейшая драматическая иллюстрация Письмо было написано воображаемым Димой, учеником старших классов, своему другу Жене У Жени было много возможностей поделиться об Исусе с Димой Но он этого не сделал Они были лучшими друзьями Они вместе играли в спорт Жень, ты не такой, как все Ты что, христианин? Расскажи мне об этом Да, я христианин Но давай не сейчас, я тебе потом расскажу Они вместе ходили на занятия Жень, ну расскажи мне о Христе Посмотри на время, мы сейчас опоздаем на урок Пошли быстрей Они вместе ходили на тусовки Жень, ну ты же христианин, что мы тут делаем? Расслабься Расслабься Посмотри на всех Танцуй Они много времени проводили вместе Но был один момент, который Женя утаила Димой Он знал Иисуса Христа Последующая часть истории Просто и печально Немного больше пива Трагическая поездка домой Авария Смерть Письмо Вот это письмо из вечности Письмо из ада Женя Сегодня я умер Это совсем не так, как я этого ожидал Знаешь, я всегда думал, что смерть приведет меня в туманный, неясный мир Но это место кристально ясное Оно даже более реальное, чем моя жизнь на земле Я могу думать Я могу говорить Я даже могу чувствовать Сразу же после смерти Я мог чувствовать, как мой дух оставляет мое тело Самое странное, Женя Мне казалось, что кто-то зовет меня Я думал, это мое воображение Вначале я стоял в очереди Думаю, ну, чтобы зарегистрироваться Они спросили мое имя и начали искать его в книге, которую называли книгой жизни О нет, кажется, они не нашли моего имени там, потому что огромный ангел схватил меня за руку и стал тащить куда-то Я очень напуган Я не знаю, что происходит Я спросил у ангела, куда он меня ведет, но он не ответил Тогда я снова спросил, и наконец он ответил Только те, чьи имена записаны в книгу жизни, попадут на небеса Остальные будут приговорены к смерти навечно Я был очень напуган Ангел поместил меня в какую-то камеру Я сидел и думал Долгое, долгое время Хочешь знать, о чем я думал? Я думал о тебе Женя, ты христианин Ты сам мне это сказал Мы начинали разговор об этом три раза сегодня Но ты менял тему разговора, переводя это в шутку Я имею в виду то, что мне пришло в голову прямо перед аварией Вопрос, который не оставляет мой разум Почему ты никогда не рассказал мне о том, как стать христианином? Ты говорил, что ты мой друг Но если бы ты действительно был им, то рассказал мне, как избежать этого ужасного места, которое я уже ненавижу Я могу чувствовать, как мое сердце разрывается у меня в груди Ангел, который должен поместить меня в ад, уже приближается по коридору Я слышу его шаги Я наслышался уже об этом аде Они называют его огненным озером Мне очень, очень страшно Какие-то ангелы у двери О нет, нет, они входят Они указывают на меня Они хватают меня Они выводят меня из комнаты Я уже могу чувствовать вонь горящей серы Вот оно У меня нет шансов выбраться Мы подходим ближе 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 Мое сердце разрывается от страха Они держат меня над пламенем Они бросают меня Я здесь навсегда Огонь Боль И ад Почему, Женя? Почему ты никогда не рассказал мне, кто такой Иисус? Подпись твой друг, Дима Желаю и тебе быть здесь Не доставайте меня Не доставайте меня тем, что мне надо спасать душу У меня свои дела Уроки, которые необходимо сделать Упорные тренировки спортом Другие важные дела Не доставайте меня с моим другом на работе У него своя религия У меня нет времени убеждать его Он сделал свой выбор Не доставайте меня с этой маленькой девочкой Которая просто гуляет на улице Она слишком мала, чтобы понять спасителя, которого он может встретить Не доставайте меня звуками, которые я слышу Звуками стонущих людей Я также думаю, кто они? Кто эти невинные жертвы? Не доставайте меня, спрашивая, кто они? Я не хочу быть виновным Потому что этот друг сработает И эта маленькая девочка Кричат из ада Кричат Мое имя Не доставайте меня Наши Возвук Наши Не доставайте меня Кричат Наши Наши Наши